Лупсен-Лекс Про аномальную размерность То есть аномальная размерность излома на Вельсеновской линии А что такое излом на Вельсеновской линии физически? Это когда у нас есть тяжелый квак И он вдруг в результате какого-то взаимодействия жесткого С передачей импульса порядка его массы Меняет свою скорость То есть до того он движется по прямой мировой линии Взаимодействует с мягкими глюонами Ну вот как Вельсеновская линия прямая Потом его вдруг стукнули Он стал двигаться по другой прямой линии Ну и за счет этого он естественно излучает кучу глюонов За счет того, что его стукнули Ну и вот этот процесс Описывается в общем-то вот этой КАСП аномальной размерностью Вторая величина, про которую будет идти речь Которая в общем как-то связана отчасти Это просто аномальная размерность поля тяжелого кварка В H-Q-ET Ну или иными словами Пропагатор такого вот бесконечно тяжелого кварка Это просто прямая Вельсеновская линия То есть будет речь идти про... Ну это аномальная размерность тогда прямой Вельсеновской линии С двумя концами Пропагатор вот отсюда сюда И третья вещь это кварк-антикварковый потенциал Кварк-антикварковый потенциал Это тоже Вельсеновская линия Ну или это прямоугольник такой очень вытянутый вдоль оси Т С двумя параллельными линиями Так что кварк здесь, антикварк здесь Они на фиксированном расстоянии друг от друга Ну или можно просто считать, что это две прямых Вельсеновских линии Эти концы где-то при больших отрицательных и положительных временах Нас в общем-то не волнуют при этом Так? Вот, значит, вот эти три величины В них... А, ну сначала чуть-чуть парочка слайдов про историю Как эти величины вычислялись Вот одна петлевая, каспо-аномальная размерность Тут написано Зависит от угла она Ну вот таким вот образом То есть, ну зависимость, как видно, гладкая То есть при малых углах Катангенс гиперболически ведется Эта кедница на фи Тут все в порядке Это четная функция угла, конечно Тут совершенно все равно отклонился этот кварк вправо Или наоборот влево, так? Ну вот, то есть это четная функция Вот такая вот функция И на самом деле эта функция Совершенно напрямую следует Из классической электродинамики В классической электродинамике Есть такая хорошо известная задачка Когда у заряда мгновенно изменилась скорость И мы смотрим его излучение мягкое И интегрируем его по всем углам По всем направлениям этого излучения Так вот, это проинтегрированное мягкое излучение При мгновенном изменении скорости заряда Как раз дает вот эту самую функцию Фи, катангенс гиперболический фи Минус единица Где фи – это минковский угол Между четырех вектором скорости заряда до И после этого толчка Это в Фландау-Лившице во втором томе Задачка на эту тему есть В Джексоне есть В любом приличном учебнике Классической электродинамики Эта задача решается Я не знаю, кто эту задачу решил в первый раз Но я сильно подозреваю, что это было лет сто назад Если не больше Потому что, ну, как только были написаны Потенциал Леонара Вихерта Было совершенно очевидно Как решить задачу про излучение заряда Который вдруг, мгновенно, в какой-то момент Сами изменил свою скорость Так что это можно внести В книгу рекордов Гиннеса Как аномальную размерность Известную самое долгое время Двухпетлевая аномальная размерность Вот этого КАСПа уже в КХД А, да, кстати В квантовой электродинамике это все То есть в квантовой электродинамике Есть замечательное свойство экспоненциализации Которое приводит к тому Что аномальная размерность Точно равна однопетлевой Никаких следующих поправок просто нет В КХД это уже не так Там неабелевая экспоненциализация Она сложнее И поэтому там части цветовых структур Действительно их нет В более высоких порядках Которые можно было поожидать Но части есть Максимально неабелевые Или color connected, говорят Цветовые структуры, они есть Ну а вот Эта двухпетлевая аномальная размерность Была пощадана Корчевским-Радушкиным Давно, четверть века назад На самом деле у них результат содержал Два однократных интеграла От элементарных функций От каких-то комбинаций Просто гиперболических функций Всяких шинусов-кашинусов Но тем не менее он как бы не был доведен До полностью такого вот аналитического Полностью красивого вида А это доведение было вот кедонакисом Сделано не так давно И результат этот двухпетлевой Выражается через полилогарифмы Вплоть до Ли-3 То есть там есть Ли-2, есть Ли-3 Ничего более сложного нет Трехпетлевая аномальная размерность Была посчитана вот недавно Тоже полностью аналитически Выражается через гармонические полилогарифмы Через гармонические полилогарифмы Вплоть до веса 5 Но это уже довольно длинный ответ Это вот значит была история Вычисления аномальной размерности КАСПА Аномальная размерность поля тяжелого кварка В ЭЧКУ ИТИ В двух петлях И на самом деле практически посчитали Вот эти два немца очень давно На них никто не обратил внимания Но они посчитали на самом деле Там чистые глюодинамики Там нету вклада петли легкого кварка Но это самый простой вклад Его добавить ничего не стоит На них как-то никто не обратил внимания Плюс к тому в основном Статья была про другое Про то, что она в основном была Но было уж совсем не доведено до ума И не доделано Поэтому ее все проигнорировали Но потом ее все-таки посчитали Вот в начале 90-х Куча народу Довольно-таки разными способами Независимо и так далее А трехпетлевая была посчитана Двумя методами Причем, что немножко странно Сначала первое вычисление Было более сложное Оно было просто побочным продуктом Вычисление Константы перенормировки Волновой функции Или поля тяжелого массивного кварка В КХД В оншел схеме перенормировки А дальше есть, в общем-то, физическое требование Которое Мельников и Андрей Берген Как-то явно не писали Но оно и есть Оно состоит в том Что перенормированное поле В полной теории в КХД И в эффективной теории Связано друг с другом Константой Шевки Которое не содержит Ультрафиолетовых расходимостей Которое оконечно И поэтому, зная Эту самую константу перенормировки В полной теории В эффективной теории В оншел схеме Можно их поделить друг на друга Потребовать, чтобы это все было оконечно И отсюда, как побочный продукт Из вычисления более сложной вещи Добыть перенормировку Прямой вельсиновской линии Или поле тяжелого кварковой Что то же самое Ну, а мы с Костей и Четуркиным Позже посчитали Полностью согласились Целиком внутри ХКТ И на самом деле Это более простое, конечно, вычисление Но они были первыми Так? Вот, потенциал Потенциал в двух петлях Посчитали Петер сделал при этом ошибку Исправил ее Йорк Шилдер И его результат Ну, вот Абсолютно правильный Несколько лет назад Не очень давно Был посчитан Трехпетлевой потенциал Ну, кстати говоря Вот теперь он известен Полностью аналитически Вот в этих работах Там были Три мастера интеграла Которые были известны Только отчисленные Теперь, наконец Есть полностью аналитический Ответ Но Как раз Вот эти наиболее сложные Куски Нам не понадобятся Нас тут будут интересовать Всякие куски простые С большими степенями НФ Они-то как раз Были известны Давно Вот из Смирнова Смирнова-Штейнхаузера 2008 года Они там Все куски с НФами Посчитали уже Чистогленные куски Конечно, сложные Так? Ну вот Так вот Значит, это три величины Про которые будет идти речь У них, естественно Есть В каждом порядке По альфа-С Целая уйма Разных цветовых структур Ну Степени НФ Я тоже В этом смысле К цветовым структурам Отношу Вот Если Выделить В каждом порядке По альфа-С Члены Содержащие Самую большую степень НФ Числа Числа Кварков То эти члены Очень простые Они имеют Очень простую структуру Их, в общем-то Весьма легко Посчитать В любом порядке По альфа-С Так, что получится Ну, некие Такие вот Точные Формулы Они известны Довольно давно Я их тут расскажу Опять Потому что Ну, способ Которым Я тут Собираюсь получать Его можно обобщить Вот на одну степень Дальше Ну, это В общем Старые Новости А вот Если взять Следующее Заглавными Члены По НФ Где степень НФ На единичку Меньше Максимальной То они бывают Двух сортов Они бывают Абелевы И неабелевы С СА С одним Вот Абелевы Можно посчитать Тоже во всех порядках По альфе-С Это, в общем Основной предмет Ну, вот Того, что я сегодня Рассказываю Вот эти неабелевы Таким образом Простым они не считаются Они гораздо сложнее Они во всех порядках Неизвестны Поэтому В следующем Заглавном Порядке По НФ Ответ Неполный Конечно Такой Какой-то Частичный Да Ну, тогда возникает Конечно вопрос Зачем он нужен Ну, уже Был пример Я про него скажу Позже Когда Этот кусочек Там Предсказание Так сказать Для Одного из вкладов Четырехпетлевой указ По аномальную размерность Было Сравнили С явным Вычислением Люди считают Четырехпетлевую Аномальную размерность Чую целиком В частности Этот кусочек Уже известен Сравнили Совпало То есть Для проверки Каких-то явных Вычислений Это уж Как минимум Полезно Так Ну, вот Так вот Значит Если уж Мы собираемся Рассматривать Только Абелевы члены Только Те, которые Содержат НФ В каких-то Степенях И CF В каких-то Степенях То мы можем Вообще Вместо Кусиди Рассматривать Куэди Вот Будем Рассматривать Куэди С НФ Лектонными Флейборами Тогда В этой Куэди ЦФ Равной Единице ЦА Нету Абелевой ТФ Равной Единице И Бета Ноль Вот Такая Бета Ноль Большая То есть Мы будем Считать Бета Ноль Большим Параметром Пропорционально Абелевой 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 То есть Нас Интересует Такой Режим Когда Вот Это Б Которое Есть Произведение Бета Ноль На Абелевой Ну Скажем Порядка Единицы По нему Мы не хотим Разлагать Мы хотим Все степени Б Учитывать Точно А вот Единица На Бета Ноль Это Наш Малый Параметр И По нему Мы Разлагаем Все И Учитываем Ведущие Члены Следующие Замены Два Члена Почему Не Три Потому Что Дальше Не Получится Ничего То Вот Этот Опять Метод Он Исключительно Простой Но Он Работает Только Для Первой Единицы На Бета Ноль Поправки Так Вот Значит Вельсиновская Линия В Координатном Пространстве Какой Бо Формы Она Не Была Она Может Быть С Узлом Может Без Узлом Может Быть Вообще Какая Нибудь Хитрая Кривая Совершенно Не Важно Но Вплоть До Следующего Заглавным В Этаноль Порядка В Этой Абелевой Теории Описывается Очень Простой Формулой Той же Самой Обычной Экспоненциализации То есть Логарифм Этой Вельсиновской Линии Равен Просто Однопетлевому Члену Ну или Вся Вельсиновская Линия Равна Экспоненте От Однопетлевой Поправки В этом Смысле Что То же Самое Так Но Эта Формула Не Точная То 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 Точная Была Если Б Батонами Взаимодействия Там Эта Экспоненциализация Это Точная Теорема Которая Буквально Там В одну Строчку Доказывается Во всех Порядках Сейчас Подождите Вы до этого Говорили Что Я потерял Нить Что В QED У вас Только Это И Есть Да А В Коэди Без Лешних Флеймов То Сынов Равном Нулю Сынов Равном Нулю Вельсиновская Линия Взаимодействует С фотонным Полем И Все А Динамических Лептонов Да Да Именно И вот В этом Случае Будет Вот Такая Формула Будет Точной А Когда Петли Фермионов Есть Эта Формула Все равно Есть Но Она Справедлива В Ведущем Следующем Заглавном Порядке По Батоноль Потому Что В Следующем За Следующем В порядке Возникает Уже Диаграмма Типа Свет На Свете Вот Такая Которая Этой Формулой Не Дается То есть Вот Это Теорем Экспоненциализации Нарушается Впервые Вот Такой Диаграммой Вот В Таком Порядке Где Степень НФ Уже На Двойку Ниже Ведущей То есть Туда Мы Пойти Не Можем Там Надо Считать Действительно Сложная Нетривиальная Диаграмма Я не понял Вы говорите Что у вас Вот Эта форма Справедлива И для НФ Неравного Нолю Что Для Для Ну я тут Рассматриваю Сейчас Она В большую И она Справедлива В Главном И следующем Заглавном Порядке По Вот Этого Единицы На Бета Ноль Разложения То есть В главном Порядке Это Просто Вот Эта Толстая Линия Это На самом Деле Линия В Которую Натыкано Много 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 Простых Петелек Лептона Это Максимальная Степень Числа Лептонных Флеверов Которая Может быть В Следующем Заглавном Порядке Ну Мы увидим Там Я Эту Диаграмму Покажу Но Они Все равно Сводятся Только К Одному Пропагатору Но Там Более Сложная Поправка Да Именно Совершенно А Вот Следующим За Следующим За Главным Бета Ноль Приближении Это Уже Неверно Потому Что Вот Возникли Вот Такие Вклады Которые Сюда Не Укладываются Ну Вот Значит Для того Чтобы Посчитать Аномальную Размерность Вот Этого Самого Угла Излома Касп Аномалис Демешн Надо Посчитать Надо Взять Вот Этот Логарифм Вельсиновской Линии С Углом С Углом Фи Вот Здесь Угол Фи Это Вычесть Такой же Логарифм С углом Равно Нулю То есть Она Прямая Но Здесь Есть Вершинка Так И Эта Разность Будет Равна Логарифмам Константы Перенормировки Плюс Конечные Куски То есть Все Единицы На Эпсилон Пошли Сюда А Все Конечные И положительные Степени Эпсилон Пошли Сюда И Нас Не Интересуют То есть Все Единицы На Когда Вот Эта Линия Скажем Отсюда Сюда Идет Она Естественно Сократится Потому Что Здесь Есть Такой Же Член Когда Линия Отсюда Сюда Ну И Тогда Все Равно Какой Угол Хоть Он Был Фи Хоть Он Ноль Они Просто Равны И Они Сократятся А Вот Такая Где Вот Это Одетый Фотонный Пропагатор Вокруг Угла Она Естественно Остается Удобнее Работать Не В Координатном Пространстве А В Импульсном Пространстве Мы Обычным Образом Вводим Вершинную Функцию Которая Есть Сумма Одночастично Неприводимых Диаграмм Она Зависит От Двух Энергии Двух Ресидиум Энергии Которые Входящие Выходящие Мы Можем Взять Эту Вершинную Функцию С углом Фи С углом Ноль Вычесть И получить Тот же Самый Логарифм З Для Простоты Можно Эти две Начальную Конечную Энергию Которая Есть Фурьез Опряженная Величина К этому Времени И к этому Времени Можем Положить Равными Чтобы Проще Положить Тогда Задача С одним Размерным Параметром Сингл Скай Это Значит Что касается Вельсиновских Линей В Кварк-антикварковом Потенциале Если его Рассматривать В кулоновской Калибровке Только Ситуация Оказывается Весьма Похожей В главном И следующем Заглавном Порядке По Большому Параметру Бета Ноль Потенциал Дается Просто Пропагатором Вот этого Самого Кулоновского Фотона Ну Одетым В который Вставлены Петельки Одна Из петелек Может быть С перекладинкой Совершенно Верно Почему Ну Потому Что Поперечные Фотоны С этими Вельсонскими Линиями Не взаимодействуют Так что Всяких Вершинных Поправок Просто Нет Две Вот таких Линии Крест-накрест Пустить Нельзя Потому Что Они Дельта Функция По Времени То Если Здесь Одна Раньше Другой То Здесь Она Тоже Должна Раньше Другой Порядок По Времени Одинаков На Обоих Вельсон Вских Линиях А Если Их Две Последовательно Пустить Лестничную Деограмму Это же Уже Учтено Потому Что Вельсоновская Линия Есть Экспоненты От Потенциала Умноженного На Р Поэтому Это Второй Член Разложения Экспонентов Поэтому Никаких Других Поправок Нет Все Сидит В Пропагаторе И В Абелевой Теории Собственная Энергия Фотона Калибровочная Вариантна Поэтому Если Мы Посчитали В какой-нибудь Калибровке Мы Можем Спокойно Подставить Сюда В Пропагатор Кулоновской Калибровки В КХД Это было бы Не так Это Конечно Неверно Но Здесь У нас Абелева Теория Поэтому Есть Вот Такая Формула Которая Верна Еще раз Я говорю В главном Следующем Заглавном Порядке По Большому Ботану В Следующем За Следующим Опять же Возникают Диаграммы Типа Свет на Свете Они Эту Простую Картину Нарушают И потенциал Уже Не дается Такой Простой Формуле Ну Ладно Значит Как Считать В Главном Порядке По Большому Ботану Самые Большие Степени Ботануль Просуммировать В общем То Вполне Легко Есть Общеинвестная Формула Для Петельки Вот Этой Фермионной Петельки Безмассового Фермиона Которая у нас Порядка Единицы Потому что Она содержит Большой параметр Бета Ноль И маленький Параметр Альфа Вот он Альфа Фактически Так И это Произведение Мы считаем Что оно Порядка Единицы Мы учитываем Все Порядки Малости Не разлагаем Вред Вот эта Функция Д Она Регулярна Вот это Пять Третьих Оно Имеет Дурную Привычку Во всяких Разнообразных Местах Появляться Она Вот именно Отсюда Берется Это Следующий Порядок Пэпсилон Вот в этой Петельке Поэтому Это Пять Третьих Везде Упорное Присутствие Ну и нам Надо будет Перенормировку Заряда Вот в этом Главном Порядке По Большому Бета Ноль Естественно Знать Это легко Сделать Ну значит Вот Перенормировка Заряда Что вот Ну там Голая Константа Связи Выражается Через Б Б Играет роль Перенормированной Константы Связи Так Здесь Вот сидит Зет Альфа Константа Перенормировки Этого Самого Заряда Напишем Уравнение Ренорм Группы Уравнение Ренорм Группы Вот оно Здесь Написано Его Можно Просто Взять И Проинтегрировать Получается Вот такая Точная Формула Точная В Ведущем Порядке По Бетану Значит Там Все Известно Все Порядки По Б Деленому На Эпсил Неразложенная Формула Это точная Формула Ну а раз так То мы можем Вернуться К нашей К нашим Баранам И посчитать Вершинную Функцию Вот такую Когда вот Здесь есть Этот тяжелый Кварк Который Вдруг взял И сменил И сменил Своё направление Движения Повернулся Под углом Фи А здесь Вот сидит Вот это Одетый Пропагатор Одетый Пропагатор Имеет Вид Вот такой Вот С произвольным Числом Формионных Петелек И Мы можем Этот Результат Записать Вот в таком Виде Вот в таком Виде Где Сумма Стоит По Л По Полному Числу Пяти Вот Тут Раз Два Три Четыре То есть Вот это Некий Ну вот Это Четвертый Член Этой Суммы Так А здесь Мы Самая Главная Хитрость Которую Придумали По Ламке Смэстри И кто-то Там Еще И Потом Позже Использовал Дэвид Бродхард Как раз Состоит В том Что Вот Эту Функцию Здесь Мы Написали В виде Чего-то Делить На Л Это Важно Если Я Написал Делить На Л Без Единицы Или Что-нибудь Или Другое То Ничего Не Получилось А Саму Функцию Рассматриваем Как Функцию Двух Аргументов Эпсилон И Эпсилон И Вот Если Записать В Такой На Первый Взгляд В Искусственной Форме Этот Ряд То То Это Разложение Вот По Пиноль Пиноль Это Одна Вот Такая Петелька Так То Дальше Начинаются Какие-то Комбинаторные Чудеса Которые Отчасти Доказаны Строго Отчасти Я знаю Только чисто Экспериментальные Подтвердения Но В всяком Случае Такая Вот Форма Записи Она Оказывается Полезной Как это Я Написал Свою Диаграмму В виде Степенного Ряда По Пиноль Где Пиноль Это Одна Вот Такая Петелька Что Вот Именно То Есть Совсем Однопетлевую Диаграмму Где Нет Ни Одной Этой Штуки Я Тоже Написал В виде Пиноль В первой Степени Умножить На Некий Коэффициент Что Нет Почему Я не могу Поделить На Пиноль И Умножить Могу То Есть А Вот Этот Коэффициент При Пиноль Степени Л Я Назвал Это Чисто Акт Именования Я Назвал Некой Функцией С Деленой На Л Он содержит Пиноль Минус Первой Степени Да Он содержит Скажем Вот Эту Однопетлевую Диаграмму Деленную На Пиноль Но Отношение Двух Однопетлевых Диаграмм Вполне Конечное Хорошее Отношение Почему Ну Да По Определению Он Содержит Деление На Пиноль Вот Так Вот Значит Эту Штуку Можно Посчитать То Есть Для Этого Надо Конечно Просто Посчитать Стоп Где Это Я Для Этого Надо Просто Посчитать Вот Эту Диаграмму Вот Эту Диаграмму С Степенью Вот Этого Знаменателя Которая Она Зависит От Эпсилона Зависит Степени Однопетлевая Вершинная Диаграмма Одна Линия С Эпсилон Зависит Степень Именно Такие Диаграммы Мы Рассматривали Столи Котикова Некоторое Время Тому Назад Они Выражаются Через Функцию Ф2 1 Вот То есть Вот Это Ответ Это Ответ Для Функции Ф Которая Была Определена На Предыдущем Слайде Она Была От Эпсилон Второй Параметр Был Эпсилон Здесь Он Просто Называется У Она Выражается Через Гипергеометрическую Функцию Это Фактически Однопетлевое Вычисление Но Только Вот Я Еще раз Говорю Один Знаменатель Возведен В какую-то Степень Эпсилон Зависящую И Эль Зависящую Тоже Вот Вот тут Возникает Первое Приятное Свойство Первое Но далеко Не последнее Приятное Свойство Именно Такого Определения Ф Это Ф Оказывается Регулярно По Эпсилон И У В нуле Поэтому Я его Могу Разложить Просто В двойной Рекции То есть Никаких Сингулярностей В ней Нет При Эпсилон И У Равных Нуле Регулярная Функция Ну вот Теперь Значит Теперь Я хочу Аномальную Размерность Из чего Я добываю Аномальную Размерность А Почему Она Оказывается Регулярно Ну Вообще Говоря Я не знаю Но В Нескольких Примерах Которые Рассматривались Вот этим Методом Эта функция Оказывается Регулярно Это Надо Проверять Надо Действительно Проверять Нет ли Там Особенности Вот В начале Координат Ну вот Во всех Примерах Ее нет Я не понял Утверждение В смысле Могло бы Быть Как Что У вас Эпсилон На У Было Эпсилон На У Да Например Отношения Да 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 Чтобы Не было Вот Такого Двойного Ряда Теймера Например Эпсилон На У На Эпсилон Или Что Ничего В этом В этом Роде Ну И Действительно Нет Ну То есть Это Требует Нековой Проверки Но Из определения Вы не можете Это сразу Фактически У вас Треугольник Это С одной Степенью Да Да Ну Не степенью Степенью Пропагатор Да Да Правильно Из определения Разве Это Не Я Не Знаю Я Не Умею В Секом Случай Увидеть Это Из Определения К Сожалею Ну Вот Значит Как Добыть Аномальную Размерность Аномальную Размерность Добыть Чтобы Добыть Аномальную Размерность Нам Нужен Единица На Эпсилон Член Вот В том Самом Логарифме Константа Ну Там Единица На Эпсилон Единица На Эпсилон Квадрат И так Далее Где Чем Больше Степени Единицы На Эпсилон Тем С большей Степени Константа Связи Этот ряд Вчислителя Начинается Но Все они Нас Не Интересуют Потому Что Вот Эта Аномальная Размерность Дается Просто Произвольный От Зат Один От Коэффициента При Единицы На Эпсилон В первой Требованием Чтоб Аномальная Размерность Была Конечна При Эпсилон К нулю Такое Условие Самосогласованности То есть Есть Один Кусок Который Содержит Полезную Информацию И Все Остальные Которые Просто Есть Ну Из Него Получается Так Вот И Тогда Мы Можем Вот Эту Самую Ну Выберем Нем Нем Более Удобным Образом В данном Случае Наиболее Удобный Образ Как раз Содержит Е в степени Минус Пять Третьих Вот То самое Которое Из Вот Этой Петельки Фермионной Берется Ну В принципе Все равно Как его выбрать Ну Такой Выбор Прощает Жизнь Так И Тогда Вот Разность Вершенной Функции С углом Фи И С углом Ноль Будет Содержать Ну Будет Содержать Разность Вот Этой Нашей Функции Ф С углом Фи И с углом Ноль А теперь Я хочу выразить Через перенормированную Константу связи Естественно Раньше У нас здесь Было Е0 Квадрат В степени Л Я его выражаю Через Б Через перенормированную Константу связи Ну Умноженную На Батаноль Ну И Вот Это Я сюда В явном Виде Подставил Вот Эту Перенормировку Заряда При Больших Батаноль И Вот Она Собственно Форму Теперь В этой формуле А Что Сейчас Один момент Вернусь Чуть-чуть Назад То есть Вот здесь Есть сумма По полному Числу Пяти Теперь Я возьму Вот эту Ф Которая Числителя Разложу По Своим Аргументам Эпсилон И У Которая Есть Л Эпсилон Получу Какой-то Тройной Ряд Более Того Я еще Вот эту Штуку По Биному Ньютона Разложу В ряд В ряд По Б Эпсилон Мы держим Фиксированным А Б Это Наш параметр Разложен Так Разложен Получился Четверной Ряд Который Содержит Все Мысли Мои Степени Эпсилон Как Отрицательные Так И Положительные Вот Из этого Четверного Ряда Я выберу Только Эпсилон В Минус Первый Такое Сечение Четверного Разложения Тройное Разложение И Вот Оказывается Да Ну Да То есть Вот Четверно Ну Совершенно Верно А Зачем По Б Расклад Ну Как Ну Я Мне Сейчас Нужен Ряд Теории Возмущений В этом Смысле Наоборот У вас Нет Это Формальный Ряд По Б Формальный Ряд По Б Есть Ряд Теории Возмущений Я Хочу Ну Там Любое Число Членов Этого Ряда По Б Извлечь Поэтому Надо Разлагать Никуда Тут Не денешься Ну Вот Так Вот Коэффициент Приединиться На Эпсилон Это Ну Вообще говоря Тройной ряд Есть Четверного Одним условием Выбрал Некое Тройное Сечение Вот Оказывается Что В нем Все Коэффициенты Кроме Коэффициентов ФН0 Сократились Вообще говоря Там были Коэффициенты ФНН С С Любыми Н И Н Вот Они Все Сократились Это Как раз То Ради Чего Затевалась Вся Вот Такая Форма Обозначения Это Какое-то Комбинаторное Отождество Вот В данном Случае По-моему Оно Доказано Если Я не Ошибаюсь То есть Что Какие-то Суммы От Произведения Пеноминальных Коэффициентов Равны Нулю А можно Предыдущий слайд Да Конечно Такое ощущение Что Особенно Да и не нужно Смотрите Вот То что Вы по Б Раскладываетесь Да Это соответствует Тому что Вы берете Интеграл По контуру Который Охватывает Ну Больше чем Б По радиусу Да Вокруг Эпсил Тогда Давайте Сдвинемся По Эпсил И Тогда Производная Вот этой Функции Ф По Эпсилон Соответствующей Степени Вам даст Ответ Правильно Понимаете Что А Ну я Понял Так И все Это разложение До четверного Ряда Мне кажется Абсолютно Не нужно Нет Не знаю Ну 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 Что Делать Вы мне Говорите Что Вы Вот Вот Это Расклад Да По Б Малин По Б Да А Здесь По Эпсилон Здесь По Эпсилон И По Эпсилон И Эпсилон Это все равно Что Взять Интеграл По Контуру Который охват По Эпсилон Взять Интеграл То есть Вы Вычет Считаете Да Значит Взять Интеграл По Который охватывает 0 Но Больше Эпсилон 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 По Похоже Да Надо Подумать Будет Ли Это Проще Надо Подумать Я Не Могу Сразу Сказать Но Вообще Говорят Здравая Мусуль Так Вот Значит Оказывается Но Это Давно Известный Факт Что Исходно У нас В ряде Были Коэффициенты Fnm Но Остались Только Коэффициенты Fn0 Fn0 И Коэффициенты Fn0 Соответствуют Тому Что Я Эту Исходную Функцию От Двух Аргументов У нее Второй Аргумент Положил Равно Нулю Просто А Когда Второй Аргумент У нее Положил Равно Нулю Она От Угла Начала Очень Просто Зависить Как Однопетлевой Член То есть Зависимость От угла Чисто Однопетлевая Здесь Стоит Некая F От Уже Одного Параметра Эксилон И Коэффициенты Его Разложения По Эксилон Вот здесь Вот стоит Ну К сожалению Здесь Знаменатель N Плюс 1 Поэтому Я Не могу Это все Собрать Вот Просто Функцию Ф Со шляпкой От Какого-то Аргумента Этот Знаменатель Мешает Но В принципе Из этой Функции Получается Вот эта Функция Которая Зат 1 И Дальше Я могу Тем самым Посчитать Просто Продифференцировать По Ну Там По Логарифму B Как положено Вот эту Зат 1 И получить Аномальную Размотность И значит Что Получается Получается Что В Ведущем Паряге По Большому Бата 0 Как раз При этом Дифференцирование Этот знаменатель Сократился Благополучно Потому что Вот он Дифференцирование Будет сокращаться И получил Совершенно Явную Формулу Совершенно Явную Формулу Вот Такую Вот Которую Я могу По Б Разложить Хоть До Тысячного Порядка У меня Совершенно Безразлично То есть Все Степени Б Здесь Сидят Эта Формула Вот Была на самом деле Получена Беннике Брауном Другим способом Не таким Но не важно Получена Правильная Формула Была Давно Раз уж у нас Есть Такое Замечательное Выражение Для вершенной Формула Для вершенной функции Мы можем Просто Забесплатно Получить Еще и Аномальную Размерность Прямой Вильсоновской Линии Или Поле тяжелого Кварка В H Пуэти Потому что Там есть Тождество Уорда Ну это При разных Омегах А при одинаковых Это будет Производная То есть Перенормировка В Перенормировка С-1 Должна быть Одинакова Поэтому Просто Логарифм Вершенной Функции С нулевым Углом Есть Сознаком Минус Логарифм Затаж Дезатаж Константа Перенормировки Пола Но Поэтому Мы можем При нулевом Угле Там Это Гипергеометрическая Функция Исчезла И Осталось Выражение Которое Только Гамма Функции Содержит Ну и Поэтому Можно получить В ведущем Порядке По Большому Бета Ноль Тоже Формулу Для Аномальной Размерности Поле Тяжелого Кварка В Эчко И Те Которая Содержит Все степени Б Просуммирования Вот Явная Формула Скана Функциями Это С Дэвидом В том же Году Получили В 95 Ну и Потенциал Потенциал Можно Рассмотреть Естественно Весьма Похожим Образом И Даже Проще Ответ Немножко Проще Получается Даже Без Гамма Функции То есть Те Вот Формулу Для Потенциала Которая Там Была В ней Тоже Вместо Голого Заряда Подставил Перенормированный В соответствии С константой Перенормировки Ведущего Порядка Бета Ноль Получилось Вот Действительно Я здесь Явно Поделил На Одну Тут Д И Домножил Чтоб Степень Стала ЛТ Ну и Эпсилон Здесь возник Множитель Перед Этой Суммой Из этого Множителя Эпсилона Ситуация Сильно Упрощается То есть Вот эту сумму Которая Здесь Стоит Я могу Просто Опять же Чисто Искусственно Обозвать Вот таким Вот образом То есть Коэффициент Д Эпсилон Степень Л Я его назвал Некой другой Функцией Ж От Эпсилона Л Эпсилон А дальше Действую Точно так же Когда я действую Точно таким же Манером То оказывается Что такая сумма Вот без знаменателя Там у нас стояла Функция Ф И был знаменатель Теперь у нас Какая-то другая Функция И знаменателя Нет Такая функция Когда тут нет Знаменателя Сумма еще проще Опять же Я знаю Только экспериментальное Доказательство Но по-моему Это тоже Какие-то Тождества Что какие-то Суммы Содержащие Биноминальные Коэффициенты Равны Нулю Вот Значит Так вот Эта сумма Содержит Единицу На Эпсилон Вот с таким Коэффициентом Плюс В любую Положительные Степени Больших Отрицательных Степеней Чем Единица На Эпсилон Нет вообще Там все Сокращается Что кстати Очень хорошо Что говорит Что потенциал Когда я его выразил Через Передромированную Константу Связи Конечен Ну так И должно Быть А вот Поэтому Здесь вот Возник Член Единицы На Эпсилон Который Сократил Вот этот Эпсилон А Из Коэффициентов Вже Н Остались Только Коэффициенты Ж 0 Н Поэтому Первый Индекс Это А Там Ж Должно Быть Что В разложении Ж Там Это у вас Вместо Ж Должно Стоять Ну Да Одинаков Сум Да Здесь Должно Быть Ж Конечно Это Опечатка Здесь Должно Быть Ж Конечно Но Остались Только Коэффициенты Когда Первый Индекс Равен Ну То Когда В этой Функции Первую Переменную Тождественным Образом Занулили А Тогда Эта Функция Превратилась Просто В экспонент Уже Проще Ничего Не Был И Поэтому Потенциал В ведущем Порядке По Большому Бета 0 Дается Вот Такой Формулой То Даже Гамма Функции Нет Гамма Функции Никаких Нет Есть Вот Такая Рациональная Функция Единицы Минус Пять Третьих Б Знаменитая Пять Третьих Которая Вот Из Одной Этой Петельки Следует Это Наверняка Какая-то Хорошо Известная Формула Но Я Честно Говоря Не Могу К ней Чье-то Имя Прилепить Потому Что Я Не знаю Кто Первым Обнаружил Ну И Пока Мы Еще Находимся Вот В этом Главном Порядке Не Перешли Поправки Некая Последняя Тема Состоит Она В том Что Если Взять Угол На Вельсиновской Линии В эвклидовом Пространстве Близкий К Пи Вот Такая Ситуация Когда Тяжелый Кварк Вот Так Распространялся А потом Пошел Почти Что Обратно Пи Минус Дельта Где Дельта Очень Маленький Угол То В двух Петлях Было Обнаружено В общем Более Менее Экспериментальным Образом Что Вот Эта Аномальная Размерность Ведет себя Как Единица На Дельта То есть Дельта Умножить на Аномальную Размерность От Пи Минус Дельта Есть Конечная Величина При Дельта К нулю И более Этого Эта Конечная Величина Есть Потенциал Есть Потенциал В импульсном Представлении Но Умноженный На Ку Квадрат Потенциал Тут Стало Быть Должно Быть Чего На Одну Петлю Меньше То есть Киллер Маннел Эль Это Рассматривали Двухпетлевую Гамму И Одно Петлевой В И Обнаружили Что Вот Они На самом Дель Какое Доказательство Привели Тоже В Своей Статейке В 93 Газ Но Доказательство Заведомо Неправильное Потому Что Из Доказательства Следовало Что Во Всех Петлях Так Тогда Как На самом Деле Это Неверно На самом Деле Вот Это Свойство Такое Равенство Следует Конформной Асимметрии Есть Красивый Вовод Что Если Конформная Асимметрия Есть И Она Не Нарушена То Вот Такая Разность Равна Нулю Во Всех Порядках Теории Возмущения И Например В Н Равной 4 Супер Симметричном Янгмелсе Который Конформный Варианте Оно Так И Есть Там Известно Трехпетлевая Вот Это Аномальная Размер Двухпетлевой Потенциал Там Это Тоже Проверено Янгмелсе Но В КХД Это Масштабная Инвариантность Аномальна И Аномалия Это Описывается Бета Функцией И Именно Поэтому Ну В общем Логично Ожидать Скажем Так Что Нарушение Этого Равенства Содержит Какие-то Коэффициенты Бета Функции Оно Впервые Возникает В трех Петлях И Пропорционально Бета 0 Это Один из Результатов Нашей Большой Статьи С Кхеном А теперь давайте вот эту аномалию, которая была бы нулем в случае ненарушенной конформной инвариантности, посчитаем в главном порядке при большом β0. Тут уже нечего делать, потому что гамма мы знаем, в мы знаем, мы их вычитаем и получаем счет. И в частности, вот это 28,9 – это как раз то число, которое вот здесь стоит. То есть наше большое вычисление в этом маленьком кусочке, по крайней мере, проверено вот этим простым способом. Ну ладно, это все в основном были вещи, известные давно, вот про главный β0 порядок. А вот следующий за главным β0 порядок – это уже значительно менее тривиальная, хотя все еще простая. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно учесть в собственной энергии фотона, кроме вот этого главного члена, еще вот такие вот поправочки, где вот эта вот толстая фотонная линия означает одетый пропагатор фотона в главном β0 порядке. То есть сюда уже вставлены только простые фермионные петельки. Более сложные они вставлены. Значит, это собственная энергия. И тем самым есть некий главный член, который в нашем счете степеней порядка единицы, он немал. И единица на β0 поправка. Вот мы хотим учесть первую единицу на β0 поправка. Для этого нам надо знать π1, который берется вот из этих вот двух диаграмм. Этот π1 можно написать точно так же. Опять предупреждаю вопрос. Я нарочно сделал π0 в степени L в степени полного числа петель. Это значит, что я на π0 квадрат поделил и домножил, чтобы здесь возникла π0 в степени L. Число петель вот в этих диаграммах, естественно, начинается с двух. А коэффициент я назвал f от этих двух аргументов, делённый на L. Ну, не я его так назвал. Его назвали так вот эти предыдущие товарищи. Можно его посчитать? Выражение, в принципе, довольно сложное. Если использовать интегрирование по частям для этой диаграммы, здесь могут быть разные степени этого знаменателя. Во-первых, поскольку мы работаем фактически в калибровке ландау, потому что если тут есть хоть одна вставка, то это пропагатор поперечный. Поэтому они будут единица плюс чего-то на ε, ну или 2 плюс чего-то на ε. Ну, в общем, всё это можно свести к одному чему-то. И есть простые члены, которые одни гомофункции только содержат. И сложный член, который содержит вот такой вот интеграл. Чисто безмассовый пропагаторный интеграл с какой-то степенью вот этой средней линии. Такой интеграл можно выразить через f3-2 от единичного аргумента. Таких выражений существует много разных. Ну, вот впервые это получил Толя Котиков и Дэвид Броферт с авторами. То есть, есть много выражений, которые выглядят по-разному. И вообще говоря, по-моему, математики не знают, кто-то говорит, что они равны друг другу, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, они все дают одно и то же. Вот этот вот интеграл. Ну вот, значит, эта функция возникает, в общем-то, всегда и везде, когда мы хотим исследовать первую единицу на бета-0 поправку. Поэтому, ну и весьма часто нужны только коэффициенты либо fn0, либо f0m. Поэтому особенно, ну так, часто встречаются эти f, когда либо второй аргумент превратился в ноль, либо первый аргумент превратился в ноль. Они на самом деле простые. Никаких уже там гипергеометрических функций нет. Этот сплошные гамма-функции. Этот выражается через производную от пси-функции. Ну, пси-функции – это производная от логарифма гамма. Это получил Дэвид Броферт, вот эту формулу. В результате, скажем, f0m следует из разложения вот этих пси-функций в ряд и содержит только дзета-функции нечетные и ничего больше. Ну и, наконец, это чисто для проверки, чтобы не ошибиться. Если мы возьмем чистую двухпетлевую диаграмму, то есть вот эта вот перекладинка без всяких вставок, то в терминах функции f это будет означать здесь же ε и L ε. L равно 2. Она, конечно, считается явной и выражается через гамма-функции. Это чтобы не ошибиться. Чтобы, считая вот эти коэффициенты, сравнить их с коэффициентами разложения вот этого, которые простые, которые просто гамма-функции выражаются. Ну, а большой, так сказать, смысла в этой последней формуле нет. Проверочная вещь. Вот. Теперь нам надо заряд перенормировать точнее, с точностью до первой единицы на β0 поправки. Вот, значит, в главном порядке по β0 мы имели вот такую константу перенормировки заряда. Ну, давайте мы вот эту поправочку назовем зато α1 какую-то коэффициент применится на β0. Это зато α1, опять же, содержит всякие разнообразные степени единицы на ε. Теперь. Тут нас опять сильно выручает ситуация, что мы рассматриваем абелевую теорию. В абелевой теории перенормировка заряда следует из перенормировки фотонного поля, только фотонного пропагатора. Ничего другого не надо по тождеству Морда. Перенормировки фермионного пропагатора и вершона сокращаются. Поэтому, значит, что, чтобы добыть логарифм константы перенормировки заряда, нам надо посчитать просто логарифм единица минус π, где π – собственная энергия фотона. Выделить оттуда все отрицательные степени ε и назвать это логарифм за тальфу. А все остальное, что конечно при этом к 0, нас не интересует в данный момент. Если мы хотим вычленить вот этот единица на ε вот здесь, то, значит, мы берем вот эту точную формулу в QED, хорошая точная формула для за тальфу. Разлагаем ее по единице на β0 до первого члена, приравниваем этот первый член и берем коэффициент при единице на ε в первой степени слева и справа. И вот оказывается, что чтобы добыть вот это вот zα1,1, нам нужно вычленить вычеркали коэффициент при ε- первой из вот такого вот выражения. tp1 я показывал, это некое достаточно ужасное выражение с гипергеометрическими функциями и так далее. Ну, а здесь при нем еще вот коэффициент, который из разложения этого логарифма получился. Дальше мы выбираем μ2 так, чтобы было проще. И говорим, что давайте мы этот π1... А, ну да, не говорим, а просто при этом μ2 так оно и получается. π1, первая единица на β0, поправка к собственной энергии, выражается вот через эту функцию f большую, двух аргументов. Вот таким образом. Действуем тем же способом, разлагаем все в четверной ряд. И опять все сокращается, кроме коэффициентов fn0. Все коэффициенты fnm с n не равным 0, все сократились. И в данном случае ответ получается вот такой. И поскольку здесь он получился немножко более сложный, то когда я буду эту штуку дифференцировать, этот, что знаменатель сократится из производной, этот не сократится. Поэтому формула получится немножко менее явная. То есть β-функция получается равна b, вот этому ведущему члену, который у нас порядка единицы в нашей подсчете степени, плюс первая единица на β0, поправка, которую обзовет β1 от b. Вот это β1 от b, есть такая вот производная от нашего константы перенормировки. И она дается вот такой вот формулой, где fn0 – вещи простые. Их можно хоть до какого порядка легко написать, поскольку f со вторым аргументом равно 0 – это какое-то произведение гамма-функции, ничего больше. Но поэтому это можно разложить в ряд по b быстро и до любого порядка. В коэффициентах будут только от зета-функции. Это было сделано, собственно, это основной результат был, вот этот, по лампе сместре и по стуале, что для первой единицы на β0 поправка к β-функции по идее, она вот такая. Ну ладно, но нам, строго говоря, нужен не только коэффициент при единице на ε в первой, а весь целиком зата-α1. Но это не проблема. Уж если мы знаем коэффициент при единице на ε, то мы можем здесь написать уравнение реновому кругу, проинтегрировать и получить не только единицы на ε в квадрат, куб, какие надо, такие и получим. Вот из этого интеграция. Ничего хитрого. Значит, теперь вернемся к главной задаче. Теперь мы хотим, скажем, в первую очередь, аномальную размерность угла на вельсиновской линии. Значит, это будет все та же самая однопетлевая вершинная диаграмма, только теперь в фротонном пропагаторе будет не единица на единицу минус π0, а еще π1 появится. И π1 на β0 надо разложить до первого порядка. Ну и перенормировку заряда надо точнее провести с учетом первой поправки по единице на батону, которая дается вот этим z α, который мы сейчас долго обсуждали. Значит, теперь мы суммируем все диаграммы вот такого вот примерно типа, где простые вставочки вот здесь слева и здесь справа могут быть сколько угодно. Вот здесь может быть тоже произвольное число вот этих простых вставочек. А такая сложная вставочка имеется ровно одна. Именно она и дала вот лишнюю единицу на батону. Значит, вот это вот была наша формула в главном порядке, а единицы на батоноль поправки сидят здесь и здесь. Это от перенормировки заряда, а это от вот этой вот вставки. Значит, вот это L' – это число петель вот в этой вставке. Ну, то есть в данном случае 2, например. Оно 3, конечно, в данном случае 3. То есть L' начинается от 2, доходит dL без единицы, потому что одна петля должна остаться. Ну, в общем, вот она формула. Это всё, что появилось нового по сравнению с главным порядком. Теперь мы делаем точно так же. И эти самые всякие чудеса, они, в общем-то, отчасти продолжаются. Отчасти. То есть по-прежнему от функции f маленькая, которая описывала у нас вот это интегрирование в этом большом треугольнике, от неё по-прежнему остаётся только коэффициент fn0, как и в главном порядке. А вот это f большое, которое описывает вот эту сложную вставку. От неё входят все коэффициенты, какие только можно себе представить. То есть вот здесь написано несколько первых членов разложения. Какого-нибудь общего вида, я не знаю, но, ну, то есть это, там, я не знаю, программка из трёх строчек. Нужно получить сколько угодно членов вот этого разложения. Ну, только они будут всё длиннее и длиннее. И вот это вот так, сейчас, где определена гамма-1? А, да, я пропустил. Значит, в результате получается что? Что аномальная размерность КАСПа есть вот этот ведущий член первого порядка по единице на бота-0, и вот эта поправка, единица на бота-0 квадрат поправка. В зависимости от угла всё та же самая, одна петлевая. А вот это вот гамма-1, оно выражается через коэффициенты разложения этих функций, и вот оно здесь написано. В частности, вот этот синенький член, он трёхпетлевой, и он согласуется с тем полным трёхпетлевым вычислением, которое мы проделали. Это проверка одного из вкладов, в который содержит NF, стало быть, в первой степени, не во второй максимально возможное, а в первой, next to lady. Так? Ну, абелевый, значит, содержит CF в патруте. А всё остальное – это предсказания для будущего. А, кстати, вот тут я уже в каком-то смысле говорю, потому что вот этот член уже тоже получен независимо. То есть, на самом деле, на той же самой конференции Лупсен-Лекс в Лейпциге выступал Фокт, а они там большой толпой считают четырёхпетлевое ядро эволюции для диппеноластика. А ядро эволюции для диппеноластика, там, P от Z, ядро от 2 липпореза, так, при Z, стремящемся к единице, имеют особенности единицы на единице минус Z с плюсиком. Такая это обобщенная функция. А коэффициент при этой особенности есть Каспономолас Даймошен. Каспономолас Даймошен при фиг, стремящемся к бесконечности. И, в частности, они уже посчитали, они посчитали самую большую степень NF, ну, которая тривиальная, которую все знают в 100 лет в обе. И посчитали все следующие члены, которые в этом P, в четырёхпетлевом ядре эволюции, члены СНФ в квадрате стало быть, они посчитали. Их два, Абелев и не Абелев. Так вот, Абелев, я имел возможность, так сказать, предсказать, мы там же на этой конференции сравнили и благополучно обнаружили, что результаты совпадают. Но здесь он, естественно, гораздо проще выводится. А у Фукта и компании, их большой сложный комплекс программ, в частности, получил и вот это. Но они получили и не Абелев, который с СФЦА. Это я не умею. И они движутся, то есть собираются получить всё полное уравнение эволюции, всё ядро альтарели-парези в четырёх-пятлях. Ну, я думаю, получат когда-нибудь через год-другой. Вот. А, ну да, это продолжение формулы отсюда. То есть здесь я нарочно разлагал до вот этого вот порядка. Этот порядок соответствует восьми петлям. Почему я до него разлагал? Потому что вот эти Fnm в этом порядке, вот именно в последнем, они содержатся там Fnm при Fn плюс M равном 6. и если N и M оба не нулевые, они содержат двойной ряд. Они содержат зата-5-3. Это первое место, где возникла не зата-функция, а возникла двойная двойная. Это место 1. но вот тут вы видите одни сплошные от зата-функции. А почему это? Потому что вот эти Fnm входят в ответ только в виде вот такой суммы, а в ней как раз зата-5-3 взяло и сократилось. Я не знаю, это просто честная случайность или это имеет какой-то смысл? Так вот если вы получите, там сделаете, у вас же точная формула есть. И туда подставить правильно значение. Ну, посмотрю, да, это надо подумать. Это интересно. Это интересно. Ну и дальше, значит, действуя точно так же, можно получить аномальную размерность поле тяжелого кварка в яичку идти, поправку первую по единице на ботаноль. Вот она. Она здесь написана. Вот этот член, где она впервые возникла, соответствует трём петлям. И он, естественно, совпадает с тем, что получили мы с Костей и Четверкиным петом давно. Все остальные – это предсказания на будущее для тех, кто будет это все считать, скажем, в четырех петлях. Здесь опять… Ну, здесь тоже самая история. То есть возникла та же комбинация, в которой взялся опять три, первый двойной ряд сократился. Потенциал. Значит, первая единица на ботаноль поправка к потенциалу. В потенциале ситуация несколько проще. Значит, ну, здесь вот входит вот та самая функция G вместо функции F, которая в потенциале обычно появляется. Ну, а здесь вот возникли те же самые две поправки. От вот этой сложной вставки с перекладинкой и от перенормировки заря. Значит, кроме вот этого ведущего члена возник поправочный член. И этот поправочный член он устроен проще в двух отношениях. Ну, ладно, нет. В одном-то столь же просто, скажем так. В нем входят только G, 0, M. Только G, 0, M. G, N, M, C, не равна нулю, не входят. И в нем входят, вплоть до довольно высокого порядка, докуда я это проверял, ну, вот на редюсер экспериментально, входят только либо F, N, 0, либо F, 0, M. А промежуточные они входят. То есть здесь ситуация проще. А эти F, N, 0, M, они только через зета-функции выражаются. То есть тут какие-нибудь дурацкие штуки типа зета-пять-пять-пять не появляются. Не то, чтобы они сократились. Их просто изначально не было. Ну, и вот, скажем, результат для этой самой поправки. Значит, вот этот согласуется с Петером и Шрёдером, этот согласуется с Смирновым, Смирновым, Штейнхаузером и теми японцами, которые примерно одновременно с ними это тоже посчитали, этот самый трехпятливый потенциал. Все остальные – это, так сказать, новые члены. Причем здесь еще есть забавная вещь. Опять же, я не знаю, случайность она или не случайность. Но если посмотреть на старшие веса старшие веса вот в этих коэффициентах, то они имеют вид 3, 3, 5, 5, 7, 7. Тогда, как естественно, было бы ожидать 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот старшие веса, когда зета-функция четная, они почему-то здесь не появились. То есть в тех предыдущих формулах они были, здесь действительно в эквивалентных формулах веса более 3, 4, 5, 6, 7, 8. А здесь они почему-то вот такие вот. Хотя вообще-то зета-функции четных аргументов встречаются, пожалуйста, сколько угодно. Ну и последняя вещь – это вот та самая конформная аномалия. Конформная аномалия – это то, что было бы равно нулю, если бы конформная симметрия была не нарушена. Но здесь она очевидно нарушена. Здесь у нас много флейворов, большая бета-функция, то есть она нарушена со страшной силой. И поэтому, значит, вот кроме ведущего члена по единице на бета-ноль возник поправочный член. Но самый первый элемент поправочного члена сократился. То есть по отдельности в аномальной размерности в потенциале более члены б-кук на бета-ноль квадрат. Они просто входят с равными коэффициентами, они сократились. То есть в этой поправочке все в четвертое начинается. Именно поэтому в том явном вычислении, я там где-то показывал формулу, давно что-то лень мне листать, для вот этой самой конформной аномалии в трех петлях, которую мы вывели из явного вычисления, коэффициент при С равнялся нулю. А коэффициент при С я не могу сказать, он не Амбеллев, он сложный. То есть мы его посчитали, но, скажем, проверить его отсюда никак не важно. Ну и, а, ну это хвостик, это еще хвостик, я все разлагал до веса 8. Ну и, наконец, некий конклюзинг, слегка инконклюзив. Значит, члены с наибольшей степенью НФа во всех порядках по альфа-С, в аномальных размерностях, хоть в Вельсеновской линии с углом, хоть прямой Вельсеновской линии, без разницы, известны явно и даются явной формулой. То же самое относится к членам с самой большой степенью НФа в кварко-антикварковом потенциале. То есть здесь это какие-то гамма-функции, здесь это просто рациональная функция, совсем уж простенькая. Они известны, явно известны. Члены, где степень НФа на единицу меньше максимальной, но структура Абелева, то есть ЦФ в квадрате, известны, вообще говоря, во всех порядках по альфа-С, но только в виде алгоритма, а не в виде явной формы. Да, тут вот есть... С учетом вот этого взятия по вычетам, она, в смысле, может... Ну вот было бы интересно, это было бы интересно проверить, да. В виде льты производной. Ну да, может быть, в виде льты производной что-нибудь и получится, но даже если есть льты производные, все равно это большой шаг вперед по сравнению с тем, что есть. Потому что вот что есть, оно требует, в частности, разложения в ряд, ну там до какого порядка, до какого вы хотите дойти, вот этой самой функции F3.2 от единичного аргумента. Для этого известен алгоритм. И, ну, как это говорится, если у вас есть бесконечно быстрый компьютер, бесконечно большой оперативной памяти, вы можете посчитать любое число членов этого разложения. Но в жизни это не так просто. Вот я считал до веса 8. Вообще говоря, у меня есть сильное ощущение, что в человеческих силах это досчитать до веса 12. Ну, эквивалентные вещи считались. Как это все ли это человечество? Не знаю, вряд ли. Но когда человечество достигнет других планет, то в первую очередь точно понадобится. Ну вот. Ну вот. А то есть, еще на 4 порядка можно дальше по... Ладно, да. Но, впрочем, как раз это именно для этих аномальных равновидностей. Для потенциала ситуация, как всегда, проще. Для потенциала из-за того, что там как раз все промежуточные FNM сократились, только FN0 и FN0M входят, можно легко посчитать вот эти вот следующие за главными членами, ну, там, хоть там до сотового порядка. То есть, это не требует применения сложного алгоритма, разложения гипергеометрической функции в ряд по ПАЦЕ. А сплошные гамма-функции и Т-функции надо разлагать. Это легко делается. Но, однако же, все это сильно омрачается тем, что в этом самом следующем порядке по NF есть еще, конечно, неабелевые члены с CA, которые сложные. Потому что, чтобы посчитать вот такого типа неабелевых членов, надо посчитать вот такого типа диаграммы, где вот эти вот линии есть, ну, там, с произвольным числом простых вставочек. И что хуже того, даже еще и вот такую диаграмму. Что означает, скажем, например, вот в данном случае, это будет три петли и три линии с индексами, зависящими от Эпсила. Ну, это действительно сложная задача. То есть, мы считали такую диаграмму, когда вот эти индексы равнялись, ну, там, целым числом. Они у нас были в нашем трехпетлевом ответе. Но когда эти линии жирные и содержат степени, зависящие от Эпсила, это безумно сложная задача, я думаю. Поэтому вот эти неабелевых членов неизвестны и особых перспектив, я думаю, нет. Ну, и вот на этой слегка пессимистической ноте позвольте закончить.